Олександр Вильевич, доброго дня. Здравствуйте. Скажите, будь ласка, в яком режиме сьогодні працює лекарня під час военного стану? Сейчас больница работает практически в обычном режиме. Амбулаторная служба принимает больных всех, без исключения. Поэтому, пожалуйста, приходите. Проблем особых нет и очередей тоже нет. По стационарным видам помощи до недавнего времени приказом Министерства здравоохранения было рекомендовано прекратить прием плановых операций, плановых больных. Сейчас немножко условия стали мягче. Разрешается прием плановых больных и выполнение плановых хирургических операций, но с условием неполного заполнения коек. Мы должны оставлять определенный резерв коек для каких-то чрезвычайных ситуаций. Поэтому мы ведем прием и плановых больных, но в ограниченном режиме. По амбулаторному приему ограничений никаких нет. Поэтому, пожалуйста, можете обращаться. Ну и сейчас я вот так вот вижу, что количество пациентов немножко увеличилось по сравнению с первыми днями войны. Ну, как-то так вот жизнь, в общем-то, немножко стабилизировалась в наших условиях. В общем, больница работает. А что стосовно полового отделения, как сегодня працюли? Родильное отделение работает в полном объеме. Роды идут, как и запланировано. Ну, конечно, в связи с частыми воздушными тревогами, беременные и мамы с детьми часто спускаются в подвальные помещения, где по мере возможности мы оборудовали и родзал, и палату, ну и не только для родильного отделения. Мы сейчас, мы там же в подвальном помещении оборудовали и операционную, и еще палаты, и продолжаем этим заниматься, расчищать помещения, приводить их в порядок и создавать дополнительные места, ну, на всякий случай, мало ли что может быть. По запасу медикаментов. Медикаментов у нас достаточно, ну, во всяком случае, тех, которые связаны с военными действиями. Вот. Мы сделали существенный запас. Продуктами питания мы тоже запаслись, ну, минимум на две недели, а то и на месяц. Ну, в зависимости от количества пациентов, которые у нас будут. Ну, в общем, стараемся делать все, что возможно. А також мы знаем, что лекари, да, взагалі медичный персонал лекарни, принимают участь в волонтерстве. Расскажите про це. Ну, по мере возможностей мы принимаем участие и в волонтерстве, действительно. Сотрудники поликлиники, ну, там, где есть помещение, возможность развернуть сети, сделать стойки. Вот. Плетут, делают маскировочные сети. Все сотрудники, кто может, приносят ткани, режут на полоски. В общем, мы уже несколько, наверное, десятков метров таких вот сетей сделали. Вот. Кроме этого, сотрудниками, вот сейчас вот будет заработная плата, написанные заявления уже. И после начисления заработной платы будут перечислены около 200 тысяч гривен в помощь армии и на Министерство социального обеспечения на благотворительные нужды. Вот. Ну, вот. Я, например, лично тоже большое количество вещей отвез в пункт приема благодейной помощи. Хочу обратиться ко всем жителям Подольска. У всех разные возможности, но я думаю, что каждый из нас может внести посильный вклад и в благотворительность, и в помощь армии. Поэтому вот призываю всех, не пожалейте. Мы ведь живем в тепличных условиях. Над нами не летают ракеты, у нас не взрываются снаряды. Поэтому мы должны это ценить и помогать другим, кто чем может. Дякую вам великое за интервью. Бажаю вам медсного здоровья и всем нам мирного неба. Спасибо большое. Я тоже желаю в первую очередь мира. Мира на всей земле. Я надеюсь, он у нас будет. Я в этом уверен.